я вы молодец горжусь вами спасибо вам и софии благодаря вам в один ми хорошо решили беременеть вот есть две девочки сейчас точно будет мальчик годами решили как-нибудь когда-нибудь а после вашей статьи где бог дал ребенка даст и на ребенка и скоро вашего предстоящего пополнения мы так решили конечно я главное чтобы женщина могла рожать если есть мужчина который может кормить должна найти женщина которая может рожать все я считаю что бог дает детей дает на детей я могу сказать что мне очень хочется чтобы у меня была большая семья большая семья залог того что мне захочется жить и создавать что-то для семьи создавать что-то для детей понимаете почему потому что свое время достигну очень быстро большего я вдруг столкнулся с тем что если это не ради кого-то а просто так для себя то тогда жизнь заканчивается и после этого появляются болезни появляются плохие психические состояния появляется окончание жизни так ребенок который стремился стать очень богатым человеком достиг этого в очень раннем возрасте и столкнулся с тем что богатство к сожалению оно необходимо кому-то вы понимаете естественно я могу сказать что это одна из моих таких краеугольных ошибок в жизни которые я пережил благополучно теперь я хочу детей теперь я хочу чтобы дети эти были у меня там взрослели я хочу чтобы детей было много подскажите муж любит молодую красивую талантливую вместе выступает на концертах 6 лет они вместе работают когда слушают музыку вижу его влюбленное восторженное лицо мужа который смотрит только на нее уходить не хочет ему удобно так жить как найти замену эмоциям которые раньше давала музыка теперь я сла сразу плачу и чувствую себя ужасно я вам могу сказать здесь очень много чувств и здесь в этих чувствах вмешана ревность случае если с вами муж живет то тогда он с вами спит скорее всего в одной постели и между вами есть интимное отношение случае если между вами есть интимное отношение то этот мужчина который с вами живет он ход этому и не верит но все равно скорее всего любит вас и все равно живет для вас и все равно там стремится быть с вами и так далее смотрит на другую женщину даже если он с ней спит это не значит что она хочет этого мужчину она верит этому мужчине и так далее возможно это флирт у людей которые занимаются искусством это естественное состояние порыва души то есть для них это состояние которое может иногда перевоплотиться вот в какие-то там тонкие отношения между ними там платоническая любовь она может решиться там поцелуем там или еще чем-то или еще чем-то но это не обязательно что они хотят из этого создать семью есть фильм такой называется забытая мелодия для флейты с филатовым и татьяной догилевой там очень хорошие слова сказала наталья дочь вот этого филатова она сказала догилевой ты помни о том что с одними они встречаются а живут с женами вот с этим я абсолютно согласен а вы как жена можете создать условия при котором этот мужчина со временем все равно столкнулся с тем что вы самая близкая вы самое нужно и вы самая дорогая не нужно ревновать ревность источает семью ревность разрушает семью живете вместе сделайте все для того чтобы отношения были восхитительными чтобы отношениях как это можно научиться делать об этом немножечко дальше